Добрый вечер, дорогие товарищи! Сегодня очередное занятие университета рабочих корреспондентов. Время у нас в преддверии столетия Великой Октябрьской социалистической революции. И тема «Всемирное историческое значение великой пролетарской революции». Видеозанятие доктор философских наук профессора Александра Сергеевича Козенова. Пожалуйста. Спасибо руководству университета, которое предоставило возможность в преддверии Великой Октябрьской социалистической революции прочитать лекцию, которая ей посвящена. В молодости когда-то, в школе еще я думал, думаю, вот доживу ли я до столетия Октябрьской революции? Сомневался. Вот даже. Ну и, конечно, за это время, особенно за последние десятилетия, много мыслей, переживаний на эту тему, исследований, изучений и выводов. Ну и вот, каждый месяц дает подтверждение, что выводы были правильные, действия были правильные. Вот и сегодня с удовольствием воспринимаешь разного рода такую политическую информацию вокруг Великой Октябрьской и Социалистической революции. Последний сюжет на эту тему. который может, собственно говоря, и осветить наш сегодняшний вопрос. Вопрос – именно историческое значение Великой Пролетарской революции. В чем значение? Вот такой факт из последних событий. Вы знаете, что больше уже недели назад закончился 19-й съезд Коммунистической партии Китая. На следующий день российское телевидение в программе «60 минут» давало отчет, кратенький, обсуждение итогов 19-го съезда Компартии Китая. И Ольга Скобеева привела цитату Си Цзяньпиня, который относится к нашей революции. Си Цзяньпинь сказал буквально «Орудийные залпы Октябрьской революции донесли до нас марксизм-ленинизм. Октябрьская революция помогла прогрессивному элементу мира и Китая применить пролетарские мирозрения для определения судьбы страны и пересмотра своих собственных проблем. Идти по пути русских» – таков был вывод. Не все, я думаю, слушатели поняли, что это не слова Си Цзяньпина, он их только привёл. Это слова Мао Цзэдуна, которые я цитировал в своей книжке, вышедшей ещё летом. Вот эта цитата, она есть вот на моей 42-й странице. И она не всю, Скобеева не всю сказала её эту цитату. Полностью она звучит так. «Китайцы обрели марксизм в результате его применения русскими». Дальше вот идёт тот текст, который я зачитал, и потом. «Авангард китайского пролетариата изучил марксизм-ленинизм после Октябрьской революции и создал Коммунистическую партию Китая». Ну, вроде бы, хорошо, что она не знает, что это Мао Цзэдун, но хотя бы воспроизвела эту мысль Си Цзяньпина. Она и в его устах замечательно звучит. А если, как я знал, что это цитата Мао Цзэдуна, она вообще по-другому несколько звучит. И кое-кто подметил это, значит, вот в воскресенье прошедшее был отчёт, значит, Дмитрия Киселёва, вам всем известного, «Вести недели» и Сёмина Константина, вам всем известного. Значит, Сёмин тоже знает, что это Мао Цзэдун, и товарищем доложил, троящимся, и уже узнали, значит, что это Мао Цзэдун. И он интересно высказался. «Теперь мы знаем, под кем чистит себя товарищ Си Цзэньпинь». Я думаю, что здесь товарищи все знают, что это такой перевод цитаты Маяковского, да, о Ленине. Маяковское стихотворение говорит, «Я себя под Лениным чищу». Значит, Си Цзэньпинь чистит себя под Мао, намекает на вывод Сёми. Ну и в воскресенье Киселёв, видимо, подхватил это дело и показал портрет Си Цзэньпиня и рядом портрет Мао Цзэдуна, тоже говоря о том, что это, значит, воспорядление мысли Си Цзэньпиня. И, собственно, указание на характер политики, которую он проводил и будет проводить. Какое значение? А вот такое значение великой пролетарской революции, что она помогла и разбудила Китай, и помогла ему практически, и в военном отношении, и консультациями Сталин в переписке очень постоянной состоял с Мао Цзэдуна. И это вывело китайскую экономику и политику и практику к вершинам современного экономического и политического развития. И она показала другое. В тех странах, где начальство отошло с этого пути, отошло от пути указанного революции, оно провалилось в яму, провалило народ и развалило государство, и до сих пор не может из этой ямы выбраться. И теперь, как я сделал вывод весной на конференции апрельской, это правительство не выберется. И этот класс не выберется. Поэтому или народ организуется сам снова, станет народом в точном смысле слова, или нас ждут ещё более суровые времена. Даже других вариантов тут нету. государства или выживают, развиваются, или развиваются и выживают, или не развиваются и исчезают с исторической ареней. Таких государств многие сотни, может быть, тысячи. Этносы были, и их нету. Где пруссы, где британцы, бритты, кельты, много было всяких народов. Кстати, и древних греков. Эта Греция, она не приемница древней Греции. Эти итальянцы, они не приемники древнего Рима. А те пропали. Так что ситуация, с одной стороны, драматичная в нашей стране, с другой стороны, она снова возвращает и нас, грамотных людей, и народ к марксизму. Что некуда деваться. Если вы хотите развиваться, то развивайтесь по тому пути, который мы указали Китаю, и по которому Китай достиг вершины прогресса. И сейчас, значит, вторая мировая держава разговаривает на равных почти Соединенными Штатами Америки. А мы с этого места скатились в яму. И это, кстати говоря, является отрицательным доказанием, доказательством истинности марксизма. Вот эту мысль я проводил на многих конференциях, которые нынче проходят в стране и в нашем городе, и в которых я участвовал. В конференциях в Петине. Вот сейчас еще приглашаю в Литмо вместе с Духовной Академией прислали приглашение Александра Сергеевича, не выступите ли вы? Мне уже не хочется, уже надоело. То, что я хотел сказать, я уже сказал. Но чего я повторяю 10 раз? Так что вот этим примером можно вполне показать роль и значение Великой Октябрьской социалистической революции, Великой Преволюции. Но оно, конечно, не только в этом. Не только в этом. Это просто конкретный яркий пример, значит, как революция в России воздействовала на мир. Другой конкретный пример – это то, что Великая Октябрьская социалистическая революция положила начало новой эпохи. Можно сказать, новой эре. И почему она великая? Она великая потому, что это была не из тех революций, которые были раньше, обозначавшие переход от одной эксплуататорской формации к другой, от одного эксплуататорского строя к другому. А это был переход радикальный от всех эксплуататорских формаций, разрыв со всеми эксплуататорскими формациями, и переход к бесклассовому обществу. Поэтому он касается всего человечества, он касается эволюции человеческого рода. И в этом, конечно, и в этом, конечно, её значение, что она дала начало новой эпохе, которая продолжается и по сей день. эпоху нашу, и время наше, и общество наше, как только не называются, особенно на Западе. И на Западе, и теперь у нас мода в идеале. Вот и я в одной такой участвовал. У нас информационное общество. Было постиндустриальное общество. Значит, насчёт постиндустриального общества разъяснил наш хороший знакомый, заведующий кафедрой социальной философии в Московском государственном университете Иван Аршакович Гомозов на конференции здесь, в Петербурге. Он объяснил, что значит постиндустриальное общество у нас, в России. В России это значит, у нас была промышленность, а теперь у нас её нету. Поэтому мы живём в постиндустриальном обществе, в обществе без собственной промышленности, без собственной индустрии. Да, и в этой связи мне вспоминается один наш хороший товарищ ещё из Объединённого фронта трудящихся. Это где-то, стало быть, 90-й год. Такой рядовой инженер. И вот на одном из заседаний клуба за и против он выступил с такой речью, которую недавно один наш товарищ в какой-то мере воспроизвёл. не будем указывать его имя и фамилию, мы его все знаем. Значит, говорит, нет, это стало быть не в 90-х, это было в году 92-го. Мысль такая была. Когда прошла первая пятилетка, Сталин докладывал партийно-хозяйственному активу, что у нас не было трактора строительной промышленности, теперь у нас есть трактора строительной промышленности. У нас не было нефтеперерабатывающей промышленности, теперь у нас есть нефтеперерабатывающая промышленность. У нас не было самолётостроения, теперь у нас есть собственное самолётостроение. У нас там не было и так 15 позиций. Борис Николаевич Ельцин через год или через два, вот этот инженер говорит. Про Ельцин можно сказать, у нас была тракторостроительная промышленность, теперь у нас нет трактора строительной промышленности. У нас была самолётостроительная промышленность, теперь у нас нет самолётостроительной промышленности. У нас была там такая-то, теперь у нас нет. И стали заводить из Китая вплоть до отверток гаечных ключей. Так что вот этот вот путь новой нашей антисоветской буржуазии, он привёл к социально-экономической катастрофе. Мы и тогда это говорили, что произошла социально-экономическая катастрофа. Ну и Путин, значит, два года назад признал, что да, это социально-экономическая катастрофа. Но не поставил вопрос дальше, почему она произошла, кто виновник, кто за это ответил. Пока за это никто не ответил. Поэтому вот это отрицательное доказательство истинности марксизма, оно, конечно, тоже многих подвигает и вынуждает разобраться. Так что же такое марксизм? И почему, значит, если с ним расстаётся начальство, то экономика и политика, значит, приходят в упадок? И вот я смотрю, в этом году просто большой интерес молодёжи, значит, к изучению марксизма. В том числе и здесь, и в Красном университете, и на других площадках. Значит, я думаю, что вот это вот значение марксизма, оно в мире сегодня усиливается. И роль марксизма в мире усиливается. И свои вот эти вот исследования я подытожил в книжке «Марксизм в России. Прошлое, настоящее и будущее». И вот след я её распространяю в среде, которая может это прочитать и поучаствовать в осмыслении, в продолжении этих исследований, в углублении этих исследований и, с другой стороны, в критике тех, кто ругает марксизм, наговаривает марксизм, создаёт мифы на марксизм, в том числе особенно на русский, советский, во главе с Владимиром Ильичем Лениным, я уж не говорю про Сталина. Четвёртого нам будут показывать очередной фильм и сегодня анонс «Демона революции». Речь идёт о Парвусе. Но вот видите, вот в советское время не знали, кто такой Парвус, а вот теперь вот мы знаем. Это враньё. Кто изучал это дело, тот прекрасно Парвуса этого знает. Вот теперь в конце советской эпохи Солженицын нам расписал роль Парвуса в «Красном колесе». Если кому интересно это враньё, значит, могут почитать. Этот Парвус, значит, представитель немецкого начальства, вагенного прежде всего, значит, взаимодействовал с партиями, особенно он взаимодействовал с партиями Левого Толка. Но это старая древняя история. Возьмите вы историю Греции, значит, там вечно одно государство, монархия одного государства вечно помогала монархии другого государства, когда та была в кризисе. Или демократы другого государства помогали этим демократам, когда возникал какой-то кризис. То есть взаимное влияние государств такого рода, оно было всегда, начиная с Греции. И продавались за деньги, и покупались за деньги выдающиеся политические деятели. А Лкивиад продавался то монархистам, то, значит, демократам не скресс. Сократ, это один из учеников Сократа, такой выдающийся, вот, в том числе военный. Значит, теперь, у немецкого правительства окормилось там 14 или 15 партий, кроме большевиков. Но там не окормились, а там, ну, жалкая подачка. На эти деньги революцию не сделаешь. То есть изображается, что вот на эти деньги там Ленин и смог сделать революцию. Да нет, конечно, это копейки. Сделана революция на многочисленные пожертвования трудящихся, и в том числе и буржуазии. И где-то были эти обобщения. Значит, какие из буржуа делали взносы в партию. Но особо известный, конечно, Става Морозов. Но опять оклеветанный уже не один десяток раз, что вот он там, значит, отказывал, а большевики его за это убили, а рассказали, что это самоубийство. Вот, то есть, опять и залгивание, и вранье. Или, значит, что… Да, ну, это тот же миф о немецком вагоне. Вот там немецкий вагон, вот большевики. В этом немецком вагоне тоже ехало, там больше десятка партий разных. Но вот большевики, вот они ехали, вот им помогал там Парбус, вот там еще что-то такое. А про остальных молчок, и вроде про остальных люди и не знают. Что там ехало больше десяти партий всяких, левых. И, конечно, немецкое правительство было заинтересовано в революции, чтобы воюющая сторона, значит, развивала в себе внутри конфликт и тем самым ослабевала свой военный потенциал. Это понятное дело, понятная политика. Поэтому, значит, ничего здесь выдающегося особенного или там суперного не было. Это более-менее обычная практика. Солидарность в Польше. Скоро она на деньги ЦРУ. Эти самые украинские сейчас. Американцы говорят, что затратили 5 миллиардов на украинскую вот эту вот Майдан и нынешний этот переворот. 5 миллиардов. Вот это деньги. Ну, а мы там, ну, сказали там где-то раз. И уже основной народ и забыл. Поэтому, значит, вот этот путь Россия проделала, вот это государство создала и тем самым доказала, что марксизм – это действительно истинное учение и фактически единственное серьезное экономическое и политическое учение на сей день. Никакого конкурирующего движения философского или экономического на Западе нету. Все эти нобелевские лауреаты – это исследователи каких-то частных тем экономических, скажем. Ну, вот нынче лауреат Нобелевской премии, он получил премию за исследование поведения покупателя, поведения потребителя на рынке. Вот как он себя идет, от что его интересует, как на него там воздействует реклама, как на него воздействует зарплата. Ну, это интересно, это полезно, это нужно, конечно, но это не экономическая теория. А на экономической теории они все сидят на марксе. Причем честный из них, как, скажем, Кейнс, он ссылается, ссылки делает на Карла Макса, потому что он понимает, что без этого никуда. Или Эммануил Валерстайн, нынешний крупный американский экономист, прямо говорит, марксизм – это фундаментальная теория. И марксизм, он не сводится, он говорит, Валерстайн, не сводится к произведению Маркса и Энгельса. Марксизм – это более широкое интеллектуальное течение, оно вовлекло в свои ряды массу исследователей во всем мире, не только в России. Поэтому, значит, я думаю, что Великая Октябрьская социалистическая революция, она вот это вот истинное положение марксизма, она вполне доказана. В-третьих, можно сказать, что Великая Октябрьская социалистическая революция, она реализовала идею, реализовала теорию практически. До этого марксизм был теорией, наступал в виде теоретической идеи. Значит, революция сделала эту теорию практикой, практической идеей. Но таким образом она, скажем, вот если Гегельским веком выражаться, она и есть абсолютная идея. Абсолютная идея у Гегеля – это единство теоретической и практической идей. То есть, сама идея стала, значит, абсолютной, если по Гегелю было. Ну и действительно, скажем, да, вот сейчас мне мысль пришла в голову, что у Гегеля государство, история государства, есть движение абсолютной идеи на земле. Вообще это что-то вроде Бога, да, она Бог. А на земле она проявляется в виде развития государства. И Маркс Эйнгельсом указывает, что, значит, будущее государства – это государство диктатуры пролетариата. Вот государство диктатуры пролетариата, оно и возникло в результате Великой Октябрьской социалистической революции. Поэтому это очень, значит, сложные интеллектуальные конструкции. И они невоспроизводимы, не отражаются с одного прочтения там капитала или даже всего собрания сочинений. А это надо углублённо штудировать, как говорит Ленин, штудировать всю науку логики. Как-то вот изучать по-немецки, то есть особенно штудировать. Значит, тогда люди что-то понимают. Ну и, конечно, вот последние два дня, особенно вот после вчерашней лекции, вчера я примерно такую же лекцию читал, в другом месте, и подумал, вот насколько Хрущёв и хрущёвское руководство были грамотны для восприятия, обработки и применения таких идей. И я понял, конечно, они были слабоваты. И даже претензии им предъявить трудно, что они слабоваты в этом деле. Почему? Потому что, ну, Хрущёв, ну, родился там в деревне, с 16 лет работать пошёл, слесарем. Кстати, я был членом союза металлистов профсоюза и лидером там, вот в этом, ну, городишке, лидером профсоюза металлистов. Вот, где-то в попыхах там кончил, значит, техническое училище. И к 35 годам он только вот добрался до высшего образования в Институте Красной Профессуры. При занятости гигантский, там, секретарь Московского комитета КПСС. Конечно, это по ночам, всё урывками, сдать экзамен и так далее. И поэтому, я думаю, многих вещей, которые он делал, он не понимал. То есть, вот он знал, но не понимал. Потому что знать и понять – это разные несколько вещей. Они и одно, и в то же время разные. Известное, говорит Гегель, от того, что оно известно, ещё не познано. А что значит познать? А познать – значит выяснить. Познать и понять – значит выяснить понятие предмета. Ну и, конечно, понятие государства товарищ Хрущёв вряд ли выяснил. А уж не говоря о том, что, как оказывается, он в молодости ещё был троцкист. И Гаганович ему, Сталину говорил, что он ведь был троцкистом. Сталин говорит, ну, теперь он наш руководитель, нужно ему доверять. Ну и действительно, доверять-то надо, раз он руководитель. А если вы сомневаетесь, что он троцкист, надо снимать. Да, ну и другие товарищи, значит, из вот этого его окружения, они такие же были. Поэтому Ингельс, Ленин, особенно в государстве революции, много объясняли, что государство советское, значит, государство социалистическое, оно в сущности диктатура пролетариета. Как всякое государство есть диктатура господствующего класса. Теперь мы, государство, теперь мы должны вести свою диктатуру. Причём сразу же революция делает, ставит, значит, и большевиков, и народ, и идеологов в противоречивое положение. Почему? Потому что пролетариат – это люди, которые живут за счёт продажи своей рабочей силы. Это люди, которые не имеют в собственности средств производства и вынуждены продавать свою рабочую силу. Но, когда они совершали революцию, совершили её, когда они взяли в собственность все средства производства, они же перестают быть пролетариатами. Ну, надо сказать, что не сразу там после 7 ноября или после 26 октября 1917 года, да. Но всё равно вот в этом процессе они перестают быть пролетариатами, когда вся экономика и вся собственность обобществлены к середине 30-х годов. А государство всё равно остаётся государством диктатуры пролетариата. И, конечно, сомнения, значит, у них, что вроде пролетариата-то нету. Как же государство диктатура пролетариата? И Сталин несколько раз объясняет, что пока есть окружение буржуазное, капиталистическое, мы вынуждены проводить диктатуру пролетариата, вынуждены не только сохранять, не только должно отмирать государство, как учили нас Маркс и Ленин, а мы должны укреплять государство наше, крепить его обороноспособность, крепить органы, значит, силовые. Почему? Потому что война-то не за порогом. И Ленин говорил, что война будет, капитализм так просто не спустит. И Сталин несколько раз эту мысль воспроизводил, что у нас есть, ну, может быть, 10 лет, чтобы развить промышленность на достаточном уровне. И, в общем-то, его расчёты оказались правильными. И советское правительство успело развить промышленность и на её основе военную промышленность, и на её основе, значит, военное производство и армию построить современную. А иначе, если вы сразу тут, как вот нынче требуют социал-демократы и всякие троцкисты, у нас же демократов, пролетариата нету, всё, государство должно отмирать, а чё ж оно тогда не отмирает, ставят вопрос. Вот потому оно и не отмирает сразу. Или оно в чём-то отмирает, а в чём-то и не отмирает. Оно внутри, внутренние процессы переводит на рельсы общественного самоправления, а, скажем, внешнеполитические, международные, оно не может перевести в общественную форму. Почему? Потому что там везде хищники во всём мире. смотрят, как бы, значит, уничтожить это дезорство. Попробовали там в 18-м, 19-м, 20-м годах, не получилось у 14-ти держав. Но мысль-то эту они не оставили, что надо попробовать ещё. И создали, умудрились создать такое явление, как фашизм, который и набросился на нашу Родину в 41-м году. Поэтому, значит, вот эта вот сущность диктатуры Плетриата – это принципиальный пункт, который является оселком, критерием для того, чтобы видеть человек марксистский, коммунистический или нет. И, скажем, если бы грамотный человек пощупался, теоретически только с этой стороны Хрущёва, некоторых других из ближайших окружений, он бы понял, что здесь до марксизма ещё далеко. А я уж не говорю, значит, вот эти троцкистские и прочие другие подтексты. Теперь, в какой-то мере, может быть, был конфликт поколений, там Сталин подготовил несколько людей первого эшелона, в том числе заместители председателя Совета Министров были Собуров, Первухин. Грамотные люди. Они получили немного… Они родились также в рабочих семьях, также там с 16-18 лет начали работать, Малышу там немножко больше повезло, он поучился. Но они прошли этот же путь, значит, замечательными себя проявили лидерами, но и поддержали сталинскую линию в конфликте, в президиуме ЦК КПСС. За это их вместе с антипартийной линией удалили. Хотя они были теми молодыми лидерами, им как раз тут и было в это время где-то по 50 лет, сила, самый сок, которые бы могли старшее поколение, вот это хрущевское, заменить. И это было бы большим благом. Почему-то хрущевское поколение, конечно, а тем более молодецкое, они уже к этому времени подостарели, уже пора самим было уходить. Но чего-то им не захотелось уходить. Значит, и они этих молодых всех фактически зачистили в президиуме. Всех уволили, всех поставили куда-нибудь. Или какими-то министрами второстепенными, или директорами каких-то крупных заводов. Хотя, если бы эти товарищи были бы похожи на вождей, на лидеров ленинского или сталинского толка, они бы Хрущева отправили на пенсию. Но Хрущев их фактически всех провел. На президиуме Хрущева освободили, Хрущев организовал пленум, и через пленум, значит, от этой части президиума освободился. Это политический аферист. Это он в 1956 году, значит, это в 1955 году он провел. В 1956 году он провел другой афер, афер со знаменитым докладом, с которым тоже полезно разобраться. В этой афере хорошо разобрался Ричард Иванович Косолапов, известный, я думаю, вам. А в дни начала перестройки мы с ним здесь дружно контактировали в клубе «За и против» в Доме политпрощения мы вели с Михаилом Васильевичем. И он приезжал из Москвы, тоже делал доклады. А теперь вот в 17-м томе там у него доклад об этом, о том, как Хрущев незаконно, без обсуждения, фактически после съезда сделал этот доклад и выдал его за доклад, значит, съезда за доклад партии. Аферист. И эти товарищи могли, если бы имели волю и ум политический, то есть понимали бы глубоко значение этой теории, абсолютные идеи, они бы могли это всё сделать, но воли не хватило. Но раз не хватило, идите директорами и работайте на рядовой работе. А некоторые так тут же сразу и умерли. в том числе Завинякин – красавец, мужчина, умница, один из руководителей атомного проекта в расцвете сил. После вот этих катавасий сердечный приступ, оторвался тромб, будь здоров. Ну и так далее. Поэтому, значит, вопрос о практической стороне марксизма, он стоял, стоит и будет стоять. Мало знать его, его нужно уметь применять и иметь волю проводить. А с волей, как выясняется, напряжёнка. И как-то мало даже мы исследуем этот вопрос. Вот насколько есть или нет воли у человека для борьбы. Мы наблюдаем массовое явление, что воли у широкого круга рабочих нету для борьбы за свою зарплату. Товарищи не борются даже за зарплату. А уж какие там государства диктатуры предреты? Или там Карл Маркс? Да, в этом смысле, конечно, Ленин, Сталин – это люди железной воли. Сказано, во-первых, сказано не попусту, а если идёт речь о чём-то, то это будет сделано. Ну и, конечно, если ставятся задачи, эти задачи будут решены. Эти цели будут достигнуты. Если не будут достигнуты, будете отвечать. В том числе головой, в том числе жизнью. Потому что вам вручается государственная власть. Вам вручается государственная задача. А вы не выполните. Да. Ну и вот вопрос о воле, он упирается, мне кажется, и в вопрос о народе. Вот не случайно в любом языке и у любого такого значительного народа, значительного я имею в виду исторического, исторически значимого народа, есть несколько слов для обозначения народа. Скажем, в латинском «populus» – народ, отсюда вот популярный, народ в собственном смысле слова. Это вот серьёзные, отцы семейств, которые участвуют в общественной жизни, заседают там в Сенатах, организуют армию там и так далее, и там подобное. Но наряду с ним «vulgus», то есть толпа, чернь, которую там иногда, там ей не дадут государственную хлебу, вот она там приходит в Сенат, а то бунтовать, кидать камни там и просит. И да, есть и другие термины в латинском, нет времени и сейчас воспроизведение. Также и в греческом есть «demos», «demos» – это организованный народ, народ, который живёт по демам, 174 дема вокруг Афим. Это и есть народ, народ вот этот организованный, организованный по филам, каждый своей филе, каждый знает, кто есть, кто в его филе, кто его родственник, кто ближе, кто дальше, кто за кем замужем, кто на ком женат, кто что делать должен, кто с чем приходит на войну и так далее и тому подобное. И в то же время есть «охлос» – тоже народ. «Охлос» – тоже народ. И термин был у них – «охлократия». Иногда вот этот «охлос» возгунтует и кратковременную власть свою, но установит. А какая власть? Безвласть – анархия. Самое страшное, что может быть в обществе. Анархия хуже тирании. Значит, и в русском языке есть… Да, в немецком, я уж не говорю, в русском есть народ и толпа. Кто-то там собрался у пивной. Что за народ там собрался у пивной? Значит, там толпа собралась. Или, скажем, есть народ в смысле «нация» – заимствованное слово. «Нация» мы используем и в смысле «нация», и в смысле «народ». Когда говорим, скажем, о русском народе, как «нации» и говорим о народе. Кто такой народ? Вот вчера я решил разъяснить товарищам молодым, что такое народ. И понял, что… Ну, в общем, правильно сделал. Почему? Потому что у Соловьева дискутируют серьезные люди, знатоки этих вопросов, демократии. Стал вопрос о том, что такое народ, не могут толком сказать и объяснить. Демос – это большинство, говорит известный политический деятель, авторитетный. Не хочу его называть, и здесь как бы немножко пороть. Демос, конечно, большинство, но он народ не потому, что он большинство, а потому, что он трудится в этих демах, потому что он создает материальные продукты. И в демах, и часть своих посылает в город ремесленников, которые в городе тут ремесленные всякие, значит, работы делают. И, конечно, трудящихся этого… Трудящихся массой всегда большинство, поэтому они большинство и составляют. И иногда они могут устроить революцию, которую раньше называли «смутой». И в древней Греции «смутой», скажем, аристотелевский термин переводят «смута», на самом деле это революция. Так и у нас вот «смута» – начало XVII века, помните все, да? Закончившаяся воцарением династии Романовых, проходимцев. Кстати, один из наших авторов, Коняев Николай Михайлович, написал замечательную книгу «Подлинная история Романовых». Интересно, что он сам такой глубоко верующий человек. Он писал в нашей газете, в «Народной правде» такие герметрические вещи. И, конечно, вот я почитал эту подлинную историю Романовых, которые в эпоху смуты появились в качестве царей в нашем обществе – это та еще история. Она еще не написана, я думаю. И вот этот немецкий след, он начинается не с Петра, а он начинается с первых Романовых. Оказывается, семейство – выходцы, значит, вот, кобылы, который жил в Германии. И пришли они к нам из Германии. Значит, что отец Михаила Федоровича, первого царя, он, значит, выступал за то, чтобы царь был не русский, а царь был польский Владислав. И на соборе специально голосовали вопрос, первый вопрос, за какого царя, за русского или за иностранного, чтобы за русского не голосовать. Так был поставлен вопрос. И проголосовали, что не за русского не голосовать. Но все-таки как-то он протасил этого своего сына. И начинается, скажем, ну, сына, видимо, он еще там угомонял, а внук Алексей Михайлович, тишайший, он уже симпозант Германии был, папочка Петра Первого. Петр Первый просто германофил. И женился, не буду при женщинах говорить, на немки, да, и от немки этого, значит, Петруша молодого проталкивал в цари и намекает коняю, что, может быть, и сына-то Первого, с сыном-то Первым он так жестоко обошелся, потому что ему нужно было этого немчонка протащить на тропу. Ну, а уж потом это и речи нету, что там русской крови оставалось у некоторых до четверти, а самый русский из Романовых, Александр Третий, был просто немцем. Хотя по менталитету, по политике, да, действительно, он такой очень патриотичный был император. То есть, вот как вопросы стояли, и так они, собственно, стоят и сейчас. Я думаю, все посмотрели фильм, не все, но большинство. Посмотрели фильм «Спящие»-то? Посмотрели? Не посмотрели? Рекомендую обратиться в интернет и посмотреть. Там показывают, как некоторые люди завербованы и, когда надо, на них нажимают, как на кнопки, и они совершают любые преступления, которые нужно совершить. Значит, и они имеют громадную силу в обществе. Громадное воздействие. Но сразу же их затюкали, и бедный режиссер, там на другой день после телепросмотра, говорит, все, я ухожу из кино, больше работать не буду. То есть, эти спящие на него так навалились, что он бедный, этот Юрий Быков, перепугался, говорит, все, больше не буду заниматься фильмом. То есть, и сейчас эта проблема есть. Ну и она для нас никакая, никакой не секрет. Либералы, начиная с Гайдара, значит, Чувась и прочих, тащили нас в Германию, не дотащили, и теперь вопят, хотим в Германию. И теперь взаимодействуют с Соединенными Штатами Америки. Теперь составляют так называемую оппозицию, значит, Путину. марксизму, марксистам, эта публика, она давно известна, и мы и тогда так и говорили, что, во-первых, они действуют здесь, во-вторых, как только СССР уйдет из Польши, Чехословакии, Болгарии, там и прочее, туда сразу зайдет НАТО. То есть мы, доценты, это знали прекрасно и разъясняли на лекциях, а Ельцин и начальство, они надеялись, что Америка, значит, прекратит всякие действия и будет мир, тишина и порядок. Не будет. Не будет порядка. Америка не успокоится, пока вот это вот место не будет освобождено, значит, от самого непокорного в мире народа. Не успокоится. И Украина, она нужна, ей не как Украина, ей нужна война с Россией, чтобы кто-нибудь воевал с Россией и ослаблял Россию. Это единственная цель Америки. Поэтому не нужен там никакой мир, никакие Минские соглашения, они просто сохраняют, хотят, сохранить лицо демократов. Хотя тоже довольно наплевательским образом. Ну и так далее. Можно долго еще говорить об этой практике, но я думаю, что вопрос, значит, и так достаточно понятен. Наша революция сыграла основную роль в утверждении восьмичасового рабочего дня в мире. Значит, правда, уже временное правительство поставило вопрос и отчасти решило формально о восьмичасовом рабочем дне. Но в Советском Союзе сразу же был установлен этот закон и, значит, все переходили на восьмичасовый рабочий день. А глядя на Советский Союз, и западные компании вынуждены были переводить производство на восьмичасовый рабочий день. Я думаю, что и завоевание власти пролетариатом в СССР, и переход на восьмичасовый рабочий день значительно облегчили судьбу пролетариата во всём мире, судьбу трудящихся всех стран. Все вздохнули, конечно, свободнее. В том числе на этой же основе европейские страны стали переходить к так называемому социальному государству. Это, конечно, обман и противоречие в определении. Почему? Потому что всякое государство, оно и так социальное. Государство – это социальное явление. Оно по определению социальное. Поэтому это тавтология социального государства. Но, тем не менее, появились формы бесплатного образования, формы некоторые бесплатного визуального обслуживания, пенсии, другие вещи. В Германии даже в 1920 году был принят закон о производственных советах. То есть о таких советах, куда наряду с директором и инженерами, руководителями, входили 3-5 человек рабочих. То есть они увидели, что в России вот такая вот история возникла, что возникли советы рабочих. Они устроили себе советы формальные. То есть своих рабочих, которые у них прикормлены, в этот совет. И эти рабочие якобы выступают за интересы рабочих, защищают интересы рабочих. И у них всё хорошо. Ну и можно и другие, конечно, социальные мероприятия вспомнить на эту тему, которые возникли благодаря нашей революции. И я думаю, даже их, может быть, и не перечислишь там за час или за два или за три. Но, тем не менее, я думаю, что они широко известны. И я, собственно говоря, их только так немножко аккумулирую. Составляет какое-то единство, чтобы представить сегодня, когда мы встречаем столетие Великого Октября, вот в этой обобщенной форме. Поэтому я думаю, что правильно я сделал вывод и на конференциях осенних, посвящённых революции и просто научных, утверждал, что прошлое марксизма блестящее, настоящее его устойчиво, а будущее просто восхитительно. Почему? Потому что сейчас, вот это время, оно освободило марксизм от внешних формальных форм. Много прилипало всяких, прилипло к марксизму за это время. И называют себя марксистами, на самом деле не марксист. Поэтому, очистившись, получив ещё отрицательное доказательство своей истины за счёт разрушения Советского Союза, я думаю, что во всём мире только утвердятся в мысли, что кроме марксизма никакой другой теории и экономической, и политической нет. Ну, нет её. Я где бы не успал, я говорю, если есть, назовите, пожалуйста, я тоже выучить хочу и присоединиться. Но никто ничего не называет. В то же время из таких уголков земного шара заявки поступают к нам с запросами на марксизм. Скажем, вот книжку Михаила Васильевича Попова перевели на иранский язык. Значит, в Мариуполе организация КПРФ на своём сайте вывесила нашу книжку о Советах. Ну и так далее. Я думаю, что и в других местах есть, просто информации до этого не доходят. Это, я думаю, частный пример. На самом деле марксизм он распространяется сейчас во всём мире довольно широко. То, что много перепробовали тут и молодёжь, и всякого рода бунтари, и Че Гевару, и Мао Цзэдуна, и всё всяких людей, скажем, в 60-х годах был такой модный лозунг. Значит, «Миром правят 3М!» Маркс, Мао, Маркузи. Маркузи ещё был такой революционер 68-го года. Значит, таким духовным лидером, наставником молодёжной революции 68-го года, если кто помнит. Ну вот, Маркузи, Мао всё-таки, значит, на второй-то план отошли. А Маркс, он, конечно, остаётся. Маркс, и я думаю, что нам повезло, что в России у нас родился, действовал и добился выдающихся результатов развивателем марксизма Владимирович Ленин. И мы считаем, что Ленин, ленинизм – это и есть марксизм 20-го и 21-го века. Никакого другого, более высокого марксизма нет. Хотя, и мы в меру своих возможностей, способностей, какие-то направления развиваем, пишем, учитываем современный опыт, вот издаём книжки, и я думаю, какие-нибудь крупинки опыта, в том числе интеллектуального, вносим. Я думаю, так будет и дальше. Замечательно, спасибо, Александр Сергеевич. Закрошный ход, третье выступление. Герасима Ивановна Николаевна, пожалуйста. Можно сюда подходить? Микрофон. Товарищи, Александр Сергеевич совершенно верно отметил, что Октябрьская революция, она в середине других изучаемых в школе революции, стоит совершенно на особице. Говорят, Великая французская революция, любят произносить Февральскую революцию, и говорят даже о некой единой революции в 1917 году, которая от царя до большевиков. Но на самом деле, революции французская, февральская, они развивались в рамках, они таркали развитие в рамках такой, можно сказать, мегаформации, основанной на товарном производстве, или, как её иногда называют, эксплуататорской, которая в себя объединяет рабовладельческую, феодальную и капиталистическую. Движение внутри этой мегаформации, после раздражения первобытного коммунизма, перехода к товарному хозяйству, оно диктовалось логикой развития этого товарного хозяйства. Как писар Маркс, посеешь товар, пожнёшь капитализм. И вот по мере развития этого товарного хозяйства, интересы людей, вернее люди, движимые своими интересами, они взрамывали всё то, что мешает, и шли дальше в рамках развития, опять же, товарного, эксплуататорского хозяйства. То есть, одни эксплуататоры сменялись другими. Мешали им феодары, они снесли феодаров. Как там сносили феодары, сносили рабовладельцев, мы плохо знаем. А вот история Великой Французской революции, других буржуазно-демократических революций, они более-менее известны. Феодары своими привилегиями там и прочим, они сдерживали развитие товарной экономики. Это их сносило, и товарная экономика развивалась дальше. А что мы видим в Октябрьской революции? Мы видим возврат на новые ступени коммунизму. Это не что-то принципиально новое. При коммунизме люди жили десятки тысяч лет. Человечество в детском своем возрасте должно было переболеть вот этой болезнью эксплуататорских обществ. Вот раздражился тот первобытный коммунизм, появилось. Это вот отрицание-отрицание, возврат к нормальному человеческому существованию, то есть коммунистическому. Но человечество в условиях вот этих товарных отношений, оно уже до тысячи лет, и поэтому здесь кароссальные настроения за это время появились. И многие вещи, вот скажем, возмущаются, что была прописка в СССР. Вот, возврат к крепостничеству, как это можно? Человек хотел куда-то из кархоза поехать в Ленинград, а ему даже паспорта не давали сегодня в бане Борис-Травецке. Там возмущался один товарищ. Вот, у меня отца, собрание, каждый год собрание, только два паспорта выдавал, а двум человеком. Травовладение. Я говорю, кто травовладелец-то был, эти односельщане, которые постановили два паспорта? Нет, те, кто только квоту, два паспорта выдавал. А нынешняя норма, когда ты селись где хочешь, хоть в посетительном районе Невского, хоть в Гарлине где-нибудь там, в Кудрово или в Девяткино, там, да, где-то, то ли где-то еще в другом месте, где хочешь, там и жили, и живи. Только вопрос, только вот, участок в разливе стоит там 70 миллионов. Ну, хочешь покупай, никто не мешает. Свободно продаются. Вот. И это вот, и это видится многим справедливым. А то, что вот не было паспортов, вот не пускали, это вот было несправедливо. Это вот наследие. И многие вещи вот эти, что вот стыдно спрашивать у человека о его зарплате, интересоваться, это вот все не абсолютная какая-то мораль, это вот наследие вот этих вот формаций. А что сделала революция? Вот совершенно верно, это сам Сергеевич сказал, одно из первых декретов советской власти, это был восьмичасовой рабочий день. В дальнейшем. Да, в чем задача-то была этой революции? Сделать так, чтобы не сменився эксплуататорский класс один на другой, а чтобы эксплуатируемые построили свое государство, и чтобы это государство держалось вплоть до полного отмирания красовых различий. И не только между эксплуататорами эксплуатируемыми, а между людьми устного и мегафизического труда, и между городом и деревней, чтобы все красовые различия были не заведены. Тогда только отомлет государство. А как это государство построить? Как рабочий класс, который и после победы октября находится внизу, в социальном, внизу общества? Вот это вопрос сложнейший. И вопрос очень непростой. Как его решали? Ну, во-первых, вот один из первых декретов советской власти, это был восьмичасовой рабочий день. Увеличение свободного времени и уменьшение времени рабочего, оно существеннейшую роль сыграло. Во-вторых, выборы по производственным округам. Сразу же ушли в небытие профессиональные политики, которые ходят и баллотируются, их, как говорят, пиарасты и мордомейкеры, ну, эти реграмщики. И вся вот эта когорта, которая сейчас вот в преддверии президентских выборов, мы видим какой тут кипеш и где-то бурлеж, она вся сошла на нет. Политические вопросы стали решаться спокойно, на производстве, с возможностью отзыва депутата в любое время. Это кароссальное было дело. Во-вторых, далее, значит, была создана рабочая христианская инспекция. Мощнейший аппарат, и тот факт, что ее возглавляют такой авторитетнейший политик, как Росиф и Слёнович Сталин, он, конечно, говорит. Было социалистическое шерство над учреждениями государственными, когда какой-либо завод брал шерство над каким-нибудь государственным учреждением, и люди с производства после работы, или даже освобождались они в рабочее время до осуществления этих функций, ходили по кабинетам, топали, значит, там смотрели, что где как, и контролировали, шерствовали над работой этого учреждения. Было социалистическое совместительство, когда рабочего непосредственно с производства брали и сажали заместителем к какому-нибудь государственному руководителю. И он, так сказать, тоже после работы, либо даже освобождаясь на какое-то время от работы, сидел в кабинете, тоже помогал вопросы решать, входил в курс. Ну и при нем, конечно, те вот вещи и безобразия, которые творятся сейчас, были совершенно невозможны. Это вот все был парк максимум, который ограничивал зарплату коммунистов и не давал возможности в коммунисты влезть тем, кто сильно материально озабочен. Вот эти все вещи и, конечно, дальнейшее сокращение рабочего дня. Вот Александр Владимирович Золотов в выступлении своем на конференции, он заострил, я раньше как-то об этом не думал. Дело в том, что в конце 20-х годов был рабочий день еще уменьшен до 7 часов в день при 5-дневной неделе. То есть 4 дня работали, 5-й день был выходной. И это произошло в конце 20-х годов, через десятилетия с небольшим после революции. И, конечно, производительность труда там была никак не больше, чем в 13-м году при Сравутом. Но в 13-м году был 11,5 рабочий день, который реально часто был 12-часовым, потому что смены менялись по 12 часов. А в субботу 10-часовой рабочий день, вот 6 дней в неделю. А тут ты 4 дня работаешь по 7 часов, 5-й день отдыхаешь. Это коросальное совершенно снижение рабочего времени. Это вот когда говорят, а что дара рабочим ваша революция? Вот хотя бы вот это дара. Это коросальное достижение. После войны перед войной оно было, так сказать, прикрыто. После войны оно первое время устанавливали страну, а потом так к этому и не вернулись. Это вот, кстати, и второе, что я хотел бы обратить внимание. Вот Александр Сергеевич сказал, что якобы неграмотность Хрущева была. Хрущев вот был неграмотный. Ну, во-первых, вообще государство-эволюцию, ленинскую, руководитель такого типа прочитать вполне мог. А там совершенно жестко написано про общенародное государство, про общенародную собственность, которую двигал Хрущев и задвинув даже в программу КПСС. Это буржуазное. Общенародное – это буржуазное. Читай буржуазное. Это идеологему буржуазии. Общенародное государство, общенародная собственность. И потом. Было же огромное количество профессоров в институте марксизма, ленинизма и всюду, которым платили большие деньги, освободили от производительного труда. Они могли читать все это и все, так сказать, объяснить. Но кто из них поднял свой голос и выступил против очевиднейших, грубейших нарушений марксизма, ленинизма, извращений его? А никто. И позже, кого мы видим из профессоров? Вот есть два профессора – Золотов и Попов. Золотов в Нижнем, Попов в Ленинграде, которые много знают, делятся своими знаниями с рабочими, выступают в качестве организаторов борьбы рабочего краса. Есть еще когорта, так сказать, совершенно верно, Александр Сергеевич, Владимир Петрович Огородников, покойные нынче Ворович, Ильмеев, Есипов. Это люди, которые очень грамотные, владеют знаниями. Они так, Горко, кстати, Виктор Иванович, но он все-таки не профессиональный профессор, он, так сказать, работает в своей сфере. Игорь Михайлович, времечек. Вот, сейчас, мне не надо еще. И, в общем-то, и все. И больше, так сказать, и все эти, так сказать, десятки и сотни тысяч профессионаров, бойцов идеологического фронта, они куда-то вот так вот тихо сошли на нет. Так что, что из этого вытекает? Тербае, что вот на главное все-таки отсюда вытекает главное направление борьбы рабочего краса – это борьба за сокращение рабочего дня. Еще в 29-м году, 1900, Кейнс в книге «Экономика наших внуков» говорит, что в 29-м году рабочий день будет три часа. В своих прогнозах относительно роста производительности труда он не ошибся. Но вот сейчас у нас 29-й год уже, в общем-то, не за горами. А к трехчасовому рабочему дню мы как-то не сильно приблизились. У нас те же 8 часов, что были и тогда, и у нас сейчас более продолжительный рабочий день, чем был в конце 20-х, в первой половине 30-х годов. Хотя производительность труда выросла картосально. Так что, поэтому вот на этом я хотел бы заострить путь к коммунизму или жить через это. Спасибо. Елисен Дмитрий Викторович. Товарищи, одним из главнейших достижений Великой Октябрьской Социалистической Революции является тот факт, что рабочие крестьяне России и других союзных республик, которые были тогда в составе Российской империи и которых царское самодержавие вообще даже за людей не считало, цари относились к людям, к беднякам, к рабочим крестьянам, как к скотам. Так вот, эти забитые, темные, неграмотные, нищие, трудящиеся России, они не только восстали с оружием в руках против самодержавной тирании. Они не только свергли власть этих кровопийц, романовых и власть помещиков и капиталистов. Они не только создали свое пролетарское государство. Они в этой революционной борьбе обрели свое право быть людьми, они поняли, что именно революция освободила их миллионы, десятки миллионов людей от капиталистического рабства. Они это осознали. Значит, что главное достижение? Ведь Россия царская, дореволюционная, она была не просто отсталой, нищей, неграмотной страной. Люди, простые люди, трудящиеся, находились фактически в почти рабском положении, в зависимости от церковников, от помещиков, от капиталистов. Страшная нищета была в деревнях до революции. Они свергли власть вот этих кровопийц. Они в борьбе, в революционной борьбе обрели право и сознание, что они люди. Они заставили весь капиталистов всего мира с собой считаться. Они доказали свое право, что люди, к ним нужно по-человечески и победой в гражданской войне, и победой в Великой Отечественной войне. Ведь Гитлер, когда напал в 41-м, он хотел не просто поработить и ограбить Россию, и уничтожить народ. Он считал, что и марионеточное государство создать под властью нового царя не позволили ему этого. Вышибли рабочие, крестьяне и цари, помещиков и капиталистов. Это Антанту, 14 государств. Ну, вместе с внутренней белогвардейщиной, да, 15, получается, вышибли, разгромили. То есть, из царской грязи, в которой народ прозябал столетиями, в космос забрались, потому что все это дала народу Великая Октябрьская социалистическая революция. Вот в этом самое главное ее достижение. Благодарю. Ну что ж, я думаю, что то широкое обсуждение и даже дискуссии, даже конфликты по поводу Великой Октябрьской социалистической революции, которые проходят и в нашей стране, и во всем мире, они показывают выдающуюся роль этой нашей пролетарской революции. Потому что она оказала решающее воздействие на человечество в 20 веке, и, я думаю, продолжает оказывать это воздействие в 21 веке. И в 21 веке, я думаю, что человечество будет также развиваться под воздействием Великой Октябрьской социалистической революции. Может быть, пока какое-то время, опосредственно, скажем, через Китай. Китай, нажимая, наступая на хвост империализму, заставляет империализм двигаться, суетиться, развивать экономику, развивать науку, развивать технику, промышленность. Китай взаимообразно, как это было и в 20 веке. Соперничество капитализма СССР вызвало мощный научно-технический прогресс. Я думаю, что также он примерно будет развиваться под этим воздействием и в 21 веке. Ну а там, глядишь, и русский народ, и другие братские народы, значит, найдут себе волю вспомнить организованность и станут, наконец, действительно демосом, популисом, организованным народом. И вновь придут к организации, к самоорганизации. Ну а известно, что высшей формой организации является партия. Для трудящихся это, для рабочего класса, коммунистическая партия. Конечно, такое движение, оно обычно растет и на почве профсоюзного движения. Поэтому я уверен, что и профсоюзное движение, так или иначе, оно будет расти, развиваться. Потому что без работы профсоюзов, без давления профсоюзов на предпринимателей, тоже не бывает научно-технического прогресса. Только профсоюзная борьба вынуждает предпринимателей совершенствовать машины, технологии, увеличивать производительность труда и выживать в конкурентной борьбе. Поэтому профсоюзное движение, оно здесь тоже необходимо, и я думаю, что оно тоже будет ризаться. Поэтому нам остается хорошо встретить, попраздновать 7 ноября, порадоваться за наших отцов, прадедов, дедов. Ну и развивать себя в этом направлении, чтобы все-таки оказаться достойными своих выдающихся великих предков. Спасибо. Встречаемся мы здесь 9 ноября, следующий четверг, занятие будет вести профессор Владимир Петрович Огородников. По 7 ноября какой свежей новой информации нету пока? Ну вот, Дмитрий Олегович, пускай у нас какие мероприятия пойдут? Нет, это все говорит 6 ноября, как же из дорожников. Об этом говорилось на... Нет, а седьмого. Значит, обрад. Я прошу прощения, седьмого нету. Зайдите вас, передайте информацию. Делайте информацию. Вот видите, микрофончик там вы относите. Да, он работает. Я думаю, тут и без микрофона. Значит, наш организационный комитет «Октябрь 100» подал заявку на проведение шествия по Немскому проспекту на 6 число. В случае, значит, утверждения, так сказать, да, согласования, то сбор участников шествия в 14 часов у БКЗ 6. Это в случае... В случае согласования. В случае согласования. Это в случае согласования. 6-е, 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 6-е ноября. Это поддельник. Значит, причем, если это не будет согласовано, тем не менее, часть, так сказать, вот этих организаций, участвующих, ну, вот в нашем этом комитете, тем не менее, все равно собираются там собраться и, в общем-то, уже, так сказать, не согласовано проводить шествия. Это к сведению. Ну, а вечером 6-го, как тут уже объявлялось, в 17.30, Дом культуры железнодорожников по адресу Тамбовская, 63, ближайшее метро, обводный канал. Там, значит, митинг-концерт. Нет, еще я хочу добавить. А что касается 7-го, то в случае, если наша заявка на это шествие не будет удовлетворена, то, значит, то, что уже согласовано, 7-го, сбор участников 17.30 на площади Ленина и шествие от площади Ленина к Аврории. Продолжение следует...